Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня я сделаю этот выпуск в таком, но не совсем стандартном, не совсем привычном для нашего канала формате. Я отвечу на очень часто возникающие в последнее время вопросы, поскольку они волнуют очень большую часть нашей аудитории. И, соответственно, я решил провести вот такую экспресс-встречу с вами, вопросы и ответы. Я буду подсматривать вопросы на экране компьютера, поэтому буду туда-сюда крутить головой, может, не очень художественно, но надеюсь, что что-то будет информативно для вас. Итак, первый вопрос. Вопросы, между прочим, мы собираем с портала процветок.ком. Не всегда у меня получается туда заходить, отвечать на ваши вопросы личные, их очень много. Сейчас горячая пора, весенняя, и для блогера, огородника, это, в общем, тоже время для работы в саду, в огороде и так далее. Но вот такие, как бы, наиболее важные вопросы мы всё-таки осветим. Расскажите подробную схему подкормки томата, огурца, перца после высадки в грунт. Признаюсь, что вот буквально только что сделал ролик для канала Процветок на эту тему. И это будет ни азот, ни фосфор, ни калий, ни травяная бродиловка, ни перегной, ни гуматы, ни что-то ещё такое. Надеюсь, что этот оригинальный рецепт действительно поможет вам содержать ваши растения в здравии и быть с хорошим урожаем. Высадка томатов в теплице. В какой фазе, что вносить, в каком виде. Схема подкормки. Мы, в принципе, не раз на канале говорили о подкормке томатов, о том, что им нужно в определённое время. И у нас даже есть калькулятор подкормки томатов, где указаны фазы. В соответствии с фазами рассчитывается потребность. И в зависимости от того, какие у вас имеются в наличии удобрения с в чистом виде имеющиеся компоненты, азот, фосфор и калий, вы, соответственно, по этому калькулятору сможете составить соответствующую смесь. Там всё очень-очень подробно прописано. Конечно, в процессе перехода от одной фазы растений в другую фазу мы будем делать такие видео шпаргалочки, показывать какие-то элементы недостаточности, признаки недостаточности элементов питания у томатов. И давать подсказки, что вносить. Но если вы хотите иметь представление полностью от начала до конца, что в какую фазу нужно, зайдите на канал Процветок, посмотрите там этот калькулятор, посмотрите наши выпуски. Мы об этом уже говорили. Что касается подкормок, конечно, они должны делаться в жидком виде, потому что в жидком виде элементы питания растений усваиваются наилучшим образом. Общее правило таково. До завязывания первой кисти, первого плода, растения в достаточной мере нуждаются в азоте. Им нужно давать азотные подкормки. Всё зависит от состояния растений, от вашей почвы. Рекомендации для кислого подзола и рекомендации для чернозёмных почв в Краснодарском крае, и рекомендации для песков в Прибалтике, и рекомендации для тяжёлых глин в Смоленской области – это совершенно разный ритм подкормок. Вы должны ориентироваться на состояние растений, на то, что вы вносили перед посадкой, до какой степени вы обеспечили ваши растения. Почему? Отвечу на этот вопрос. Потому что, если я скажу, что каждые 7 дней вы должны подкармливать растения азотом до отцветания первого цветка, в этом случае кому-то может и не хватить. А где-то растения так зажируют, что они проклянут меня, эти хозяева, этих растений, скажут, болтают какую-то глупость. Поэтому с подкормками надо быть очень осторожными. Когда вы задаёте такой вопрос, хотя бы немножко намекните, из какого вы региона, какие у вас почвы и что вы вносили при посадке. Договорились? Иначе квалифицированно именно вам ответить будет невозможно. У томатов белая и жёсткая сердцевина. Такое происходит при высадке в теплице. В открытом грунте всё нормально. Азотом не кормим, с жарой боремся, мульчая при тенении. Белая и жёсткая сердцевина – это всегда недостаток калия. Недостаток калия может быть двух типов. Это просто его мало в почве, и это плохое его усваивание. Несмотря на то, что вы боретесь с жарой, на жару реагируют не только корни. Если корни всасывают, это не значит, что только корни надо притенять. Или если корни не страдают от жары, то всё в порядке. От жары, от которой страдает надземная часть растений, также страдает всасывание калия и нормальное передвижение калия по растению. Поэтому если у вас вот такая ситуация, я предполагаю, что это, скорее всего, недостаточность калия на фоне именно жары. Притеняйте не только корни, но попытайтесь развесить спонбон, какие-то отражающие материалы для того, чтобы снизить разогрев теплицы в дневное время и таким образом понизить там температуру, потому что это только недостаток калия. Что касается некормления азота, это не совсем правильная стратегия, потому что азотом всё-таки кормить надо. И во время плодообразования очень необходимы томаты периодические подкормки азотом, но только в аммонийной форме. Не используйте селитру, старайтесь не использовать мочевину. Используйте аммонийные формы удобрений. Сульфат аммония вполне достаточен для того, чтобы провести подобного рода подкормку. Можно аммиак гасить уксусом и делать одновременно аммонийно-ацетатную подкормку. Это полезно и для повышения устойчивости растений к засухе, к нехватке влаги, что очень актуально во время жары в том числе. И также вы даёте достаточное количество аммония, чтобы обеспечить как раз гармоничное плодоношение. Это важно. Почему у рассады помидор листья стали фиолетовыми? Это связано с недостатком фосфора. Фосфора может не хватать как минимум по трём причинам. И это не только физическое, химическое отсутствие фосфора в почве. Это и другие причины, связанные с нарушением усвоения фосфора растениями. Какой объём воды при поливе на один томат? Как часто поливать? Можно ли холодной водой? Если у вас другой альтернативы для полива нет, вы можете поливать и холодной водой. Почему? Потому что всё-таки почва разогревается. Пока вода дойдёт до корней, она уже согреется. Это на самом деле не так страшно, как кажется. Конечно, если вы можете наполнять бочки, поливать из бочек, то это лучше. Но если вы поливаете из скважины, из шланга, это тоже не трагедия. Поливайте не сразу под корень. Сделайте бороздки между растениями, если у вас грунтовая теплица ничем не застелена. Или там мульчаясь, отгребите мульчу, сделайте канавку и поливайте в канавку. Пока вода дойдёт до корней, она вполне имеет шанс уже подогреться до такой температуры, которая не вызовет переохлаждение корней. Сколько на один томат зависит исключительно от ваших условий? Если у вас песок, это одна норма. Если это у вас глина, это совсем другая норма полива. Если у вас... Ну, всё же зависит от того, насколько быстро пересыхает ваша почва. То есть, хотя бы обозначьте, что у вас за почвы, насколько они структурированы, насколько там достаточно глинистых материалов, которые способствуют влагоудержанию. Как быстро она пересыхает. Вообще, правило очень простое. Поливать надо столько, сколько нужно. А нужно столько, чтобы поддерживать в нормальном состоянии нижний и верхний насосы у растений. О правилах полива мы говорили в одном из роликов на канале про цветок. Следите за своими растениями и сказать, что 10 литров на одно растение, или 5, или 20, я никогда не смогу, никто не сможет. До тех пор, пока конкретно не изучит все обстоятельства вашей теплицы. А тот, кто ляпнет вам 5 литров на растение, и вы, о, отлично, такой блогер классный, отвечает на все вопросы. Ну, я бы побежал прочь от такого блогера. Надо ли формировать современные сорта томатов и огурцов? Если надо, то по какому принципу? Если вы в своем распоряжении имеете грунтовые томаты и огурцы, а грунтовые будут строго детерминатного типа, а огурцы будут, ну вообще грунтовые огурцы, то ни о каком формировании не может быть и речи. Весь урожай томатов будет формироваться преимущественно на пасынках. Удаление пасынков у таких сильно кустовых, строго детерминатных томатов это удаление львиной доли урожая, поэтому ничего там выламывать и формировать не нужно. То же самое касается огурцов. Пошли по грядке и пошли, не формируем. Если речь идет о тепличных огурцах и томатах, то там формирование обязательно и у огурцов, и у томатов. Это тема большого ролика, и желательно не просто рассказывать там на пальцах что-то, а еще и показывать, вот плеть, вот отломали, вот такой томат полудетерминатный, вот так сделали, вот там индетерминатный высокий, вот таким вот образом поступаем. То есть это на самом деле очень объемная тема. Спасибо, что вы задаете эти вопросы. Конечно, мы будем об этом рассказывать, максимально будем стараться привязываться к срокам выполнения этих работ. Но я тоже завишу от того, когда появятся пасынки на моих томатах, когда они пойдут в рост, когда я смогу хорошо вам все это показать. Поэтому я не могу высадить рассаду в феврале, чтобы к маю месяцу она уже была там на пасынках и на плодах. Надо ли окучивать томаты? Рост после высадки в теплицу около 60-70 сантиметров. Нижний лист желтый, постепенно удаляю. На некоторых по стволу белые пупырышки, да, корни растут, все верно. Или их просто замульчировать. Вы можете окучивать томаты. Это неплохой прием для поддержания здоровья корневой системы. Другое дело, что это в большей степени поможет защитить поверхностную корневую систему томата от перегрева и пересыхания. Собственно говоря, с этим справляется эмульчирование. Что касается окучивания, понимаете, если это открытый грунт и томат еще не зацвел, и вы его в гребень посадили и окучили, то это будет хорошо. Он сформирует там дополнительную корневую систему. А если в высокорослом томате в теплице вы просто сверху насыпали горку, она все время будет пересыхать, и в этом нет никакого смысла. Поэтому, ну, я бы просто замульчировал. Что касается роста корней, ну, это хорошо, это все здорово, нормально. 60-70 см при высадке в теплицу, вы знаете, ну, я бы заглубил на пару узлов. Заглубил бы, причем если у вас тяжеловатая почва, то я бы его не в глубину посадил, а немножко на бочок. И если вы высаживаете рассаду томата на бочок, то не старайтесь загибать верхушку вертикально. Уложите его под углом 45 градусов, и пусть он так на боку и растет. Верхушка сама выйдет на вертикаль и сама выровняется. Когда вы будете его перекладывать, вы очень высоки риски, что вы травмируете стебель, и рассада будет плохо приживаться. Может иногда даже приживаться не за счет корневой системы, которую вы закопали, а как раз за счет этих самых пупырышков. Поэтому в этом смысле лучше всего рассаду просто заглубить, чтобы эти пупырышки ушли в землю. Что касается нижнего желтого листа, я так понял, что при высадке рассады, то это лишь означает, что у вас недокормленная рассада. Идет отток питательных веществ из нижних листьев точки роста, они желтеют и отмирают. Просто надо как следует кормить рассаду в процессе выращивания. Когда бы не сажало, томаты вытягиваются, перед высадкой стали закручиваться листья, в теплице стали выпрямляться, но верхние очень мелкие и плохо развиваются. У взрослых тоже бывает такое, что делать. Измельчение и закручивание верхушечных листьев указывает на острую нехватку калия у рассады или у молодых растений. Это такой один из главных признаков. Если перед высадкой стали закручиваться листья, то, вероятно, вы не кормили как следует растения перед высадкой. Не устану повторять, что высаживать мы должны жирную, сочную, такую накормленную рассаду, как можно жирнее, чтобы у него листья были лопухастые, чтобы стволы были толстые, сочные, такие красивые. Это все достигается правильной, хорошей подкормкой. Ну, что касается вытягивания, это, конечно, недостаток света. Само по себе вытягивание не является таким уж опасным. Просто вот по тому совету, который я недавно дал, по высаживанию под 45 градусов, по укладыванию томата, вот просто вытянувшуюся рассаду уложить, и она даст дополнительные корни. Но опять же, очень важно, чтобы она была выкормленная. Выкормленная очень многие перестают кормить рассаду и даже поливать в надежде на то, что она перестанет расти и вытягиваться. Конечно, она перестанет расти, но она дистрофиком будет. И это совсем не то, что нам нужно. Кроме того, еще много можно услышать советов по поводу хирургии томатов, когда вытянувшиеся рассады отрезают верхушку чуть ли не наполовину и ожидают, когда там через недельку-две появится пасынок, начнет расти и заместит эту верхушку. Таким образом, оттягивая вот этот вот срок выращивания, сильного вытягивания рассада. Это глупость, несусветная глупость. Никогда вам этот, даже главный пасынок, он даст урожай, но никогда не даст тот урожай, который даст основной стебель. Не нужно заниматься этой глупой хирургией. Есть хирургия, интересная хирургия томата, прививки, прививание дополнительной корневой системы. Это все очень интересно. Но вот эти вещи для борьбы с вытянувшейся рассадой стоит очень жестко игнорировать. А отдельные удачи по поводу того, что удаляется верхушка и переводится на пасынок, но это отдельные случаи. Массово этот метод абсолютно не работает. Он просто смешон, не стоит этим заниматься абсолютно. То есть кормите как следует, обеспечивайте калием как следует. Вот еще раз, вот эта чашечка закручивания, если влаги хватает, если не жарко, чашечкой закручиваются, особенно верхушечные листья подворачиваются внутрь. Это недостаток калия. Между прочим, у нас уже есть ролик, по крайней мере, я снял, о нехватке пяти базовых элементов у томата. Мы много в республиканском центре с ребятами потрудились для того, чтобы создать такие вот условия нехватки конкретных, очень сфокусированных конкретных элементов для того, чтобы нашим зрителям и подписчикам показать очень наглядно, как выглядит нехватка тех или иных элементов питания. Верно ли утверждение, что томаты умеют считать листья? Есть информация, что если у помидоров отрезать при выращивании рассады листья, я так понимаю, до цветения несколько листьев, то помидор выбросит цветочную кисть позже. Листья для растений – это источники энергии, это источники всех питательных веществ и источники гормонов, которые регулируют все циклы развития растений. Если вы урежете вот эту поверхность листовую, тем самым вы ограничите питание для растений. Любое удаление листьев пагубно сказывается на развитии растений. В том числе, естественно, это может вызвать и затягивание сроков цветения. То, что мы удаляем нижние листья у томата в процессе завязывания плодов, это лишь компромисс, а, потому что они уже плохо освещаются из-за того, что затеняются верхними ярусами, их эффективность не так высока, б, у взрослых томатов листья опускаются вниз, будут касаться, могут касаться земли, тем самым становясь проводником для инфекции, резерват которых находится в почве для той же фитофторы. В нам это необходимо, это тоже компромисс, потому что нам необходимо хорошее проветривание теплицы для того, чтобы не было застоя влаги, в том числе капельно-жидкой, которая является в жарких условиях сигналом для развития кладоспориоза и серой гнили. В более прохладных условиях, во второй половине лета, в нашей умеренной зоне, это в август месяц, это сигнал к развитию фитофторы, поэтому потом из нижних листьев часто при нехватке элементов питания идёт активный отток некоторых, далеко не всех, но некоторых питательных веществ в верхние ярусы, в плоды, поэтому они уже утрачивают свою функцию, и мы их смело удаляем. Ну, кроме того, урезаются листья для того, чтобы увеличить освещение томатов, хотя в условиях, когда света слишком много, напротив, листья стараются оставлять для того, чтобы притенять плоды, особенно это касается перцев, баклажан, у них ожоги даже возникают из-за того, что плоды слишком сильно освещаются. Но опять же, каждый должен судить по своей погоде и по своей климатической зоне. Слишком много солнца, оставляйте листья. Мало солнца, открывайте кисти для лучшего вызревания плодов, особенно если вы чувствуете, что вот-вот настанет фитофтора, и это компромисс между получением хоть какого-то урожая или неполучением никакого. Поэтому не то, чтобы они считают листья, это такое, ну, образное такое выражение, но листовую поверхность надо сохранять так долго, насколько это возможно. Подкормка водкой. С какой периодичностью делать каждый день, если у вас яркое солнце, если у вас много солнца в теплице, если у вас мульча лежит, которая защищает, ведь очень важным источником углекислого газа в теплице является почва. Там происходят микробиологические процессы разложения органического вещества, и именно благодаря почве углекислый газ поступает в теплицу. Если у вас лежит толстый слой мульчи, который задерживает этот самый углекислый газ в почве, не дает ему как следует оттуда выходить, накапливается он там, то вы можете обрабатывать этим составом хоть каждый день в яркие, солнечные июльские дни. Это будет очень сильно способствовать наращиванию урожая, накоплению пластических веществ, то есть тех самых, из которых состоят плоды, в листьях для последующего перетекания их в плоды. Поэтому обрабатывайте так часто, как только у вас есть возможность, и насколько вам не жалко, так сказать, самого продукта. Ну а чтобы это было более-менее эффективно, обрабатывайте хотя бы раз в 5-7 дней свою теплицу. То есть такая, витамин такой, подкормочка. Следующий вопрос. Будет ли результат от подкормки раствором спирта в открытом грунте? Да, будет, потому что он достаточно быстро всасывается с поверхности листьев. Единственное, что старайтесь делать это не на открытом солнце по разным причинам, в том числе для того, чтобы минимизировать скорость испарения. Вот в теплице, конечно, скорость испарения влаги будет пониже, потому что теплица может быть более насыщена паром, там проветривание похуже. Поэтому чем медленнее будет испаряться раствор с поверхности листьев, тем лучше он усвоится самими листьями, этот спирт. Поэтому в утренние часы обрабатывайте с тем, чтобы раствор как можно дольше полежал. Сами по себе пары спирта не имеют такого большого значения, как раствор на поверхности листьев. Рассада попала под заморозок, но стебель и корень живы. Стоит ли надеяться на хороший урожай или лучше посадить новую? Восстановление с пазух новой листвы пошло. Не советую. Если у вас есть ресурс для пересадки рассады, лучше пересадите. Мой вам совет. У меня рассада в открытом грунте подмерзает систематически. К счастью, не все растения, но только те, которые где-то находились с краю, которые там захлестнуло. Я их не выбрасываю, потому что эти опасные заморозки возникают в конце мая, иногда даже в начале июня. И вроде я и спонбондом закрываю, все делаю, стараюсь, но нет, нет, там одно-два растения попадет. Я даже не могу сказать, что все растения, все погибли. Погибла верхушка и пару листьев, которые касались спонбонда, например. Но и то с этих растений уже того ожидаемого большого урожая не получишь, к сожалению. Здравствуйте, я запуталась с этими минералами. Что надо сперва вносить в почву? Азот, да, до тех пор, пока не завяжется первый плод, азот исключать нельзя. Просто нужно уменьшать его дозу. Фосфор нужно вносить вместе с азотом примерно через 2-3 недели после посадки рассады. И вносить его нужно, фосфор, ну практически до самого окончания сбора плодов. Калий необходимо вносить обязательно, то есть даже при наличии достаточных запасов в почве подкормка калия должна делаться с появлением первого плода. Вот когда плод первый уже достиг своего нормального размера, еще не красный, но уже подрос на первой кисти, начинайте подкормку калия. С этого момента калия должно быть больше, а фосфора меньше. И старайтесь не использовать зольные растворы, и старайтесь не использовать соединение с кальцием, ту же кальциевую селитру. Внесение кальциевой селитры, ради кальция вносится, это селитра, оно блокирует, к сожалению, нормальное усвоение фосфора. Кальцием заряжайте почву с самого начала. В крайнем случае вносите ацетат кальция, гасите доломитовую муку, мел, известь, уксусом столовым и вносите кальций в таком виде, потому что ацетат будет одновременно способствовать и мобилизации фосфора. Поэтому тот кальций, который вы в ацетатной форме внесете, а это различные известковые материалы, растворенные в уксусе, у нас есть такие рецепты, быстрая подкормка кальцием, например, посмотрите на канале, это будет способствовать и как источник кальция будет хороший, и как мобилизатор фосфора. Если вы вносите чистый зольный раствор, в этом случае вы можете быть уверены в том, что вы в значительной степени заблокируете поступление фосфора в ваши растения и нарушите плодообразование. Ещё ничего не посадили, ничего не вносили, ни навоз, ни компост. Внесите и навоз, и компост, и комплексное удобрение. Точно внесите, это очень важно, хорошо заправить теплицу. Ещё хотела узнать, как узнать, чего не хватает почве. Почве всегда всего хватает, не хватает растения. Признаки голодания по основным элементам питания отслеживайте на нашем канале. Мы вам их покажем сблизи, близко, ясно, красиво, с яркими симптомами и пояснениями, что делать. Можно ли обойтись без навоза? Да, томаты можно вполне растить без навоза. Можно и огурцы, но всё-таки огурцы, как и другие тыквенные бахчевые растения, очень отзывчивы на органику. Если при посадке рассады томатов, перцев, баклажан, я в лунке подсыпала табачную пыль и добавляла шарики и смеси удобрений на основу глины, как и чем дальше кормить рассаду. Можете дальше ничем не кормить, отслеживайте состояние рассады. То есть, если у вас всё хорошо, рассада развивается благополучно, то в этом случае ничем из минеральных удобрений, по крайней мере, до образования первого плода, можно не кормить, потому что будет медленное поступление элементов питания из этих шариков, а они достаточной степени концентрированы для того, чтобы обеспечить томат вплоть до образования первого плода. А потом, смотрите по обстоятельствам, аммонийная форма азота, сульфат аммония в Беларуси в каждом магазине продаётся. Обязательно фосфор и калий, конечно же, желательно в растворимом виде. Там монокалий фосфат, скажем, можно использовать по столовой ложечке на ведро и по пол-литра на растение. Ну а потом калия должно быть больше, поэтому, пожалуйста, не игнорируйте сульфат калия. Для подкормок та же столовая ложечка на ведро воды, по пол-литра на растение, каждые 5-7 дней во время активной фазы плодоношения является прекрасной профилактикой недостатка этого элемента питания, а также обеспечение растений хорошим вкусом, ароматом и пользой от плодов. Но не забывайте про аммонийный азот. Не устану это повторять, у нас есть ролик на канале Процветок, тоже про эту самую подкормку. Что ж, вот такой вот, надеюсь, не очень скучный и не очень занудный дайджест по вопросам, которые сейчас очень часто встречаются на этом. Я прощаюсь с вами, задавайте свои вопросы, мы будем выбирать наиболее актуальные и хотя бы в таком формате стараться на них ответить. Всего хорошего!